Всем привет, меня зовут Александр Гланцев и я занимаюсь Tableau в компании BioConsult. Сегодня мы с вами пообщаемся о том, что такое add-ons в Tableau. Их существует два, вот недавно появился третий, это Data Management Addon, Server Management Addon и Einstein Analytics, который появился в версии 21.1. Давайте поговорим о первом из них, это Data Management. Это набор утилитр Шарнири Tableau Server, который позволяет более эффективно и удобно управлять данными и контентом на портале. Включает на самом деле для себя два базовых набора, это Tableau Catalog и Tableau Prep Conductor. Давайте сначала рассмотрим, что такое Tableau Prep Conductor. По большому счету позволяет запускать, давать расписание, каким-то образом преобразовывать потоки на сервере. То есть, если вы использовали до этого Tableau Prep только в десктопе, то с этим аддоном у вас появляется возможность его использовать на сервере и настраивать, например, расписание обновлений. Tableau Catalog имеет чуть больше функционала и позволяет, на самом деле, вводить информацию о мета-данах, о происхождении данных и сертификации. Более того, он дает возможность расширенного поиска, подробную информацию об источнике во время использования дешборда, предупреждение о качестве данных, можно настраивать какие-то минимальные критерии качества данных. Все это позволяет настроить более удобную работу с данными и контентом. Эти две настройки обойдутся за 5,5 долларов за каждого пользователя на сервере. То есть, если у вас суммарная инсталляция, включая всех креаторов, эксплуоров и вьюеров, 100 человек, то это будет стоить 550 долларов в месяц. Если у вас 1000 человек, то 5,5 тысяч долларов в месяц. Давайте посмотрим чуть более подробно, например, что такое табло-каталог. Как видите, на первой картинке у нас есть data source current work item. Если мы зайдем во вкладку Lineage, то у нас появляется доступ к той информации, которая показывается, где этот источник данных используется и как он произошел. Смотрите, этот источник данных забирается из одной базы данных и собирается из двух таблиц. Дальше он используется в 9 потоках, 14 data source, 507 workbook, более чем 3000 листах и 924 dashboard. Следующее. Quality warning. Позволяет настроить мониторинг и warning конкретно flow какого-либо, либо источника данных. Затем, если мы видим, что выбираем какое-то конкретное поле, например, Superstore Export, например, в этом источнике данных выбираем поле Sales Forecast, то нам показывается, где оно используется, в какой доле от конкретного источника он используется. Например, в одном из трех data source, в одной из трех таблиц, в двух из 21 листах. Еще одна интересная характеристика – это сертификация данных. То есть администратор данных проставляет галочку, что данные сертифицированы, и после этого этими данными могут пользоваться другие люди, и они будут видеть, что они сертифицированы. PrepConductor, как я сказал, позволяет запускать различные потоки на сервере и ими пользоваться. То есть мы можем настроить любой поток, опубликовать его так же, как dashboard, настроить расписание как для источника данных и всегда иметь актуальные предобработанные данные. Это вот что касается теории. Давайте я вам продемонстрирую, как это выглядит на практике. Вот наш портал биоконсалтовский на Tableau сервере. И это версия 21.1. У нас есть какие-то потоки. Например, это простейший поток. И видите, вот он был запущен 31 марта, и он провалился в обновление. Если мы какие-то другие говорим, вот, например, что-то поинтереснее, то мы видим, что это 8 апреля, 5 дней назад запускалось, все работало прекрасно. При желании мы можем зайти и нажать Edit, Edit Flow или Run Now и разобраться с тем, что есть сейчас, и посмотреть, как все работает. Также можно зайти в Run History и увидеть, что он был запущен так, и посмотреть, сколько строчек возвращалось. Lineage. Это еще одна функция, которая показывается при работе с Data Management Done. То есть давайте мы выберем какое-нибудь первое поле и посмотрим, где оно применяется. И мы видим, что оно применялось здесь, здесь, здесь и во всех Data Source, в низких Flow, в таблицах и так далее. При этом мы видим, что, например, вот этот Flow, он был сделан еще из нескольких Flow, 6 баз данных, 12 таблиц, 5 Data Source. А подсоединяется он к еще одному Data Source, и у него единственный владелец. Можем даже посмотреть, кто и какому источнику данных. То есть здесь всегда можно переходить от одного к другому. Аналогичная ситуация у нас с источниками данных. То есть мы идем в папку Данные и посмотрим что-нибудь. Например, Sample Superstore на русском языке. У нас та же самая информация есть через Lineage. И мы можем выбрать, что это очень простой источник данных. И им довольно легко пользоваться. Еще одна интересная вкладка. И, кстати, хотелось бы заметить, что это сертифицированный источник. Видите, что администратор данных, админ, написал, что он сертифицирован. Дальше, что мы можем видеть, у нас есть папка External Assets. Она показывает все подключения во всех книгах на этом конкретном сайте. И позволяет увидеть их. То есть и информацию о них. Это все, что доступно, если у вас есть какие-то источники данных. Их довольно большое количество. То есть у нас, видите, подключение к базам данных и файлам 113. А таблиц, потому что в базе данных может быть много таблиц, а 193. Все это позволяет увидеть и внимательно посмотреть, что и как. В некоторых случаях показываются какие-то слабцы. В некоторых случаях есть контакт. В некоторых есть описание. Все это можно использовать. В некоторых случаях, если у вас есть доступ, вы можете поменять, можете сертифицировать. И, по большому счету, Data Management Adon является очень удобной настройкой, которая позволяет расширить ваши возможности по управлению данными и перейти в сторону Data Driving Organization. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА